салют друзья сегодня официально в бухту зашла яхта предположительно это яхта наверняка в ближайшем будущем если я буду продолжать пилить контент будет моя три месяца в шри-ланке пролетела очень быстро и для тех кто собирается путешествовать либо зимовать либо сюда на сезон хотелось бы вам рассказать чему быть готовым так сказать передать вайфа и бешен шри-ланке вечером на закате всегда гуляем выбираем какие-то опции но вот сегодня идешь по дороге и вот такая красота но это же шри-ланка сразу скажу здесь круто ехать стоит просто может быть какие-то ожидания друзьяхи сегодня нету света весь день мы живем без света поэтому вся жизнь на веранде и наши хозяева принесли горит возьмите мы скорее приготовили агур чё спайси слишком до остро они говорят они по-разному я вспоминаю анекдоты пытаются найти рассказать на английском помните где а клиент спрашивает у официанта можете соль принести официант говорит а вам какую будет смысле как у меня соль убрать но у нас два вида и костюмер клиент берет и такой вот зефа окей теканады в мады фака вам нужно знать и быть готовыми к чему-то может быть вы сюда первый раз едете в андер там все языками зацепилась прикольно да такое освещение немножко граффити и немножко пафоса здесь все в меру может быть вы едете сюда с детьми но андра тоже с у вас ушла да это миньоны миньоны такие космические ребята они здесь тоже присутствуют может быть вы едете сюда получить но совершенно какие-то эксклюзивные новейшие переживания удовольствие настоящих акул на дербань смотрите кукан акулы у мою сколько много огромные ну что это за пиогео какого года выпуска этот москвич какой бомбическ у него номер и вообще все что связано с этот он девушку привез круто чувак не буду тебя полить брат а я сижу на вай фай от того ресторана потому что я устал переплачивать у меня есть свой ресторан камрады с видом на офигенный индийский океан а там дальше только антарктида самый главный вопрос который конечно же возникнет за три месяца мной лично было потрачено 800 долларов мы живем вдвоем получается но на двоих тысячи 600 американских рублей дом нашли но мы приезжали не в сезон 100 долларов в месяц готовим дома сегодня я дежурную по кухне и помню китайский тренер говорит главная уверенность моя задача двумя ударами разрубить четко попала вот этого пацана это огурец мелкий огурец пришел из холодильника крупный огурец пришел с базара и вот это уже бам-бам как-то сделать никогда в жизни это не делал смотрим покупаем магазинах что в принципе что ты кушаешь на улице что ты покупаешь магазинах и готовишь дома я прикинул тут то на то и выходит время вечернего ужина мы на белке друзья мы же живем в шри-ланке это продукты его смотрите у нас на уже совершенно разные фиши в адусе не хватно ему здесь гай вот это амбал это макарель вот этот элитный парень он дает фантастический вкус вот как красное мясо красная рыба батарши мы надеемся что этот парень называется батарфиш прям как лосось какой-то и какую-то малыш там еще но еда здесь максимально невкусно и мы это друзья в любимая снеговская столовка гиана блинчики как гусеница обкусывают чем не я даже разбираться не буду это после кучи тренировок подруга вот этот человек вечером йодинер есть а уличили это чили понимаете вот он кушает вот так за полтора за два доллара можно пока ради сегодня будет новинка сегодня не рыба у оттуда и вы это кто это манта вы все знаете на мальдивы мы ездим смотреть на манты вот это кусок манты манты это скат это сплошное мясо ниткость адресном бонус только говорит хребтина есть а вот все остальное кто пробовал манты либо поставьте плюс лайк я первый раз я чуточку потому что ну я люблю немного вегетарианская это все вот это второй кусок манты это еще продолжение этой манты еще не пожаренная но вот такой на чужого похуже чет я очку из-за аллергии но это беспредельщица готова накормить меня даже таким ставку меньше трех баксов стоит за килограмм мы будем есть чё хорошо почему я говорю что что покупаешь магазинах а что готовишь дома то на то и выходит по динаме ну вот история которую вам сюда расскажет смотрите а я хотел рассказать про творожок черт он называется немножко кислый на майонез похоже но фантастика в том что каждую упаковку они делают из что это из глины пристану на витсак яйца 5 из глины сверху просто бумажки закрывает резиночкой это стоит ну полтора доллара для каждого куска творога потому что когда мы кушаем где-то в кафешках мы недорогих ресторанах еди мы едим в таких местах демократичных где местные так сказать любят столоваться мы же прожженные путешественники другие зашли в мусульманский квартал ездить в такой великами и я вижу тут уже второе место где коту с дельфинов я не верю что они дельфина запихивают в это блюдо но снеха пошла узнать и я тоже сейчас перебегу главное чтобы тачки сейчас подуспокоились дайте дорогу блогеру очкастый ну чё ты переезжаешь не меня да как там ну чё смотрите дельфин можно с собой забрать вот кстати как готовят чтобы на минуточку вы знали коту это такое тесто его режут рубят рубят на мелкие части добавить можно что угодно ну понятно говорит да не не с дельфином просто это такой метод к приготовлению ничего классная тема всего лишь это стоит здесь ну как обычно тоже три бакса а 2 доллара 2 у нас это очень хорошо получается находить такие кафешечки камрады уникальные кадры бандер стоит в очереди за местной стрит едой прям рубится за хавку вот она там ее не видно она не знаю снимаю в тихаря сейчас вы узнаете как она все это мечет сметает уличную еду покой не дает прям продавцу она от него не отстает она говорит давай наваливай мне этого гороха чеснока давай вареного побольше лучка и ищу вот все увидела ну вот так можно до разбавлять кстати салатики еще что там интересные моменты появляются поставок круто обязательно поставьте лайк этому видео а также подпишитесь на наш канал для меня шри-ланка это серфинг вот он серфер гай бизы звезды алсов и бегу когда ребята от серфили устали они подваливают вот этому месту собаки укажут путь а что это за местечко это подзаправка для пацанов для настоящих серферов здесь подкрепиться вам вас есть углеводное окно белковое окно все окна которые только есть вашем организме вы должны подзакрыть бананчиками и чаем но при этом наблюдая как оставшиеся пацаны там серфер на лайн-апе но и обсудив чё как волна сегодня бро бро это путь это пляж это море океан точнее это какие-то перемещения между деревнями это новые места для жизни и в принципе я нашел для себя велигаму поэтому велигама для меня райское место тут есть и серфинг и дешевое жилье я знаю это место мне она по вибрациям очень подходит в основном все русские они конечно живут хикадуви время закаты диванные путешественники и кто из нас не мечтал оказаться в детстве и снега орет вот же он вот же он билет счастливый бла-бла-бла-бла-ленд но более но кто не хотел на таком оказаться на шри чтобы же подмышка у тебя такая тоска для серфборда я не могу даже представить как ты себя чувствуешь фантастический как будто ты такой оказался но действительно свои 15 лет у бабушки в деревне бомба лейла мы на пирсе в порту даже не портит а просто классное место я думал наконец-то морская черепаха но в полной темноте вдруг появляется братуха дед при серфе вообще неизвестно почему тут светло да потому что фонарь есть ночью реально потому что ему помощь нет еще такой звук короче я не представляю вот это круто вообще респекту заполнял с ним сразу с допросом но я на вот этого парня вот этой тачка прикиньте все как я представлял все как я вам рассказывал предыдущем шортсу как двигаться под швиланки автобусов навалом поезда ходят в аренду байки есть тук-туки есть машины в аренду есть обязательно нужны права хоть фейковые хоть какие потому что ну и менты есть но на районе чего у нас происходит происходит поймали опасного преступника вот на велотренажере под названием heavy duty тут горит да я вообще никогда документы не ношу те таки да мы знаем просто постоишь с нами три минуты и поешь он натуре я тогда поехал уже три минуты прошло веке ай короче старый давай решает вопросы люди здесь максимально добрые прекрасные улыбчивые добродушные такие аборигены любят прибухнуть вот это меня не перестает удивлять друзья алкогольный магазин винный магаз он закрывается в 9 после восьми тут начинается вот такой ажиотаж это сейчас народ свой я просто припоздал вот этот постоянный пассажир он такой он бухарик но дуку я голодный вот это новый пассажир такого пассажира я еще не встречал пока но суббота вечер до побухивать собираются особенно пятница выходные это у них ну как положено да как и у нас это прям буквально вообще в моем офисе я тут сижу монтирую они тут устроили корпоратив с детьми тут отдыхать милое дело все спокойненько тишина нету долбежки как на party там в го по ночам до утра но есть другой уровень шума местные просыпаются рано они как бы вообще не волнуются братан ты чё спишь да не важно у нас тут крики стучание ремонт и все остальное если ты хочешь спать это тупо твоя проблема будьте готовы что могут оказаться неспокойные соседи с ремонтом или вот как у меня с дорогу прокладывать 6 30 утра и ты такой так как за трудоголизм детей как это понять откуда так танки сюда это сюда будем говорит строить дорогу вон туда и как бы и чё сделать наш хозяй все пляжная народа населения занимается конечно рыбалкой подготовкой лодок вытаскиванием лодок на берег а ребята по дерзе они прокачивают неповоротливых вон европейцев по серфингу европейцы же у которых есть пресс типа меня мы как бы прокачиваем себя сами берем в аренду доску и погнали туда кстати сейчас я очень озабочен готовлюсь челленджу который стартует с ноября это будет бомба для меня самого я хочу развиться atomic booster вот так то друзья желание серфик желание тренироваться получить то что другим людям не дано что вообще даже для ее нации не свойственно чтобы у женщины девочки были такие амбиции да у них просто нету такого тестостерона в этой индии чтобы вот так вывести такие нагрузки чтобы ежедневно лупашек для чего чтобы рано или поздно на такой короткой доске оказаться вот там на самой большой волне на самом крутом серф-споте для этого все и делается прям улететь на новый уровень чтобы продолжать создавать какие-то продукты в интернете в чем я совершенно не шарю это будет одно из желаний во время челленджа повысить мои знания ну и физуху соответственно одна из обалденных новостей для тех кто ну обжор чеки да здесь можно таких морепродуктов навернуть да ты дымой гай вот он аджит чувак с которым сегодня созванивался по поводу он скинул такие видосы про черепах и вот пока мы говорим о тортилла губа этот парень как на в деревню 150 граммовые заплывают как дождь и блатусе youtube остыка покупала рыбу здесь она тусы со меня это дядька говорит иди короче выбери рыбу мы вам это же fish point великама здесь готовят любую еду вон там иностранцы сидят ты покупаешь вот такую ребятину вот такую бомбитую тебе ее также вот этот дядька сготовит это сидишь на берегу кайфу вот такое общение здесь уже у нас общение печенье мы всех знаем поэтому великам уже родной по ходу which one you want what fish you want я видел что она прям заливла с этими короче рыбами здесь а вот лобстер томат лобстер причем недорого вот все что можно лобстеры там морские какие-то ежи рыбы лобстер я huge one blue lobster и вот прайс короче 2500 за эту это где-то 8 долларов ооооо this is king of the lobster tiger вот это здоровья а this one what price 7000 выпить но все брат ты самое дорогое ну вот ребята вы знаете завели гаму эберсон как я на двух языках разговариваю я поражаюсь пьян че там за крики че за кипич а рыбу привезли рыбу разгружать понятно че цепь а вон там она говорит кальмаров и креветок но я не ем такое поэтому мы на рыбе сконцентрируемся закончили урока я умиляюсь вон там эти белые малыши которые вышли и у местных конечно это такой интерес вызывает они же такие необычные там за щечку потрогать посидеть посмотреть им интересно они собираются сразу толпа собирается вокруг этих детишек которые в песке копаются но это очень по-доброму все целом если разбираться как живут местные жизнь у них не очень-то и богатая средняя зарплата 100 150 долларов и поэтому приход сезона туристов которые врываются до и начинают приносить деньги они ждут очень сильно потому что вот вы знаете как а над point мои братаны и горюху тушь братан затесался типа наверное тоже подрабатывает и вот этой точки зрения если вы приезжаете сюда и чувствуете себя немножко мешком с деньгами да не переживайте в основном на пару центов везде хотят обуть но не потому что злой умысел ну потому что реально нету денег у людей ну чё брату а какая у тебя зарплата вот ты говоришь ты поваром в ресторане работаешь это примерно где-то 100 долларов да даже меньше 100 долларов и ты весь месяц каждый день работаешь за эти деньги ну нет даже за меньше у меня там часть забирает босс и что тебе реально хватает 100 долларов на еду на жилье на все экономика только с колен поднимается манджо объясняет мне что сейчас сезон кальмаров и вон туда уходят рыбаки я уже договорились чтоб меня взяли но они уходят на суд и чё они не спят ты говоришь да они не спят по несколько суток потому что там и спать многие надо работать 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 да они там иногда по три бывает максимум и по пять дней вообще не спят нормально потому что сезон кальмары идут рыба идет ты должен пахать ты потом только домой приедешь изможденный затащишь лодку на берег и домой приходишь и падаешь и вырубаешься а так не поэтому друзья если у вас лишние какие-то амфетамины везите сюда рыбакам надо они по пять суток не спят как выясняется ну сезон сезон у каких-то баттерфиши у кальмаров и поэтому они не щелкают клювом они все уходят море how many километров this fisherman's going вот даже вот эти маленькие лодки вот эти катамараны ребята уходят туда на 400 километров но мы видели то большие помните вон там на мирисе где акул дербанили они уходили на 600 на 800 километров туда но я поражаю там нет места где спать там бывает и глубина большая но и кораллы есть где большие хищные рыбы могли бы в засаде сидеть и охотиться на мелких еще один крутой по мне друзья ну шри-ланкийский нюанс здесь же джунгли леса очень много диких разных животных которые шарятся и даже у вас дома если с нашим к шарикам они подкармливаются вы видели это чудо вы видели этого красавца он же удивительный он же фантастически это именно тот парень который охотится на кобр это спец он у нас тут живет он нас уже полюбил потому что нас легко полюбить мы не обижаем никаких животных ну вот котенка он полюбил чуть меньше чем нас поэтому он пока еще так себе немножко они у них конкуренция competition английское слово что пойдешь прям ко мне ну давай давай фантастической реки текитаре да он немножко расслабил булки полончарил когда мы приехали он конечно очень сразу по лыжам и этот расслабил это вообще брат и лера чё ты перепугался этого типа да не сын про насекомых я молчу эти твари везде поэтому первый момент если вы берете дом особенно надолго москитная сетка просто маст би маст хэв адривайс маст дай иначе вы умрете честная научить русские чистушки нужна москитов навалов назойливые падлы кровососущие лохи развлечений так как сейчас еще не сезон особо ничего не началось но вот именно традиционные местные буддийские праздники и фестивали присутствуют тоже найсово тоже тоже интересно мужики опять пацаны похоже да мужики очень повыше это стопроцентные стопроцентные парни да назовем это а кто пониже девчонки очень смешалось все но это не про секс друзья это про исторические события какие-то парня в саре не видели что ли можно получить удовольствие посмотреть на костюмы на какую-то экзотику историческую этих мест а что-то вот пати и какой-то тунц 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 мне не попалось ни разу для тех же кто задался целью приобрести тут кайтерское или серферское оборудование честно скажу тут дорого лучше это делать где-то на бали даже в том же гоа доски стоят на порядок дешевле но здесь все есть и разнообразных фирм комрады по поводу появление здесь великами серферских магазинов я не знал он такой оборудован собаками монахом даже внутрь что тут застав потому что ну знаете я сломал залу пошел борт заплатил за него денег и ребята сказали что где-то здесь в центре ты можешь братан следующий раз когда сломаешь нам борт ты принесешь нам новую ну если бы я не был местным если бы я скажем так не откусался жестко не торговался в течение нескольких часов конечно бы я загрузился на новую но я загрузился на 85 долларов и пока в общем здесь я кроме маяк ничего не вижу новый серфборд по слухам стоит 700 долларов ну в моем случае я легко оделся упа блин опять моя слабая шортифан боже мой я нашел вас стрейч она говорит ты чё у тебя какой-то фуфу вот же есть стрейч я говорю и чё если стричь то оно должно стоить в в пять раз дороже чем мои волшебные шортики что ли просто залив магазине все я уже на пати бро включает музыку и мы уже таки выбираем шорты и вау за искрили за играли завеселились пятница вечера чё делать мы уже по теме ребята от серфили на голодный желудок прессик бетон волны но друзья я нашел чемпионский это чемпион по пожиранию пончиков и гамбургера в одном лице наверное 56 размер просто америка америка это можно застилать кровать такими шортами серферскими я не вижу такую борода трофбайкера но сверху косуха кожанка а дальше вот такие труселя потому что но в гоа например только декатлон давым поставляет вам доски остальное все с рук можете купить секонд-хенд здесь же прям океан секонд-хенда миллион этих лишей везде в магазинах плавников разнообразных все это стоит денег инструктора по серфингу очень классные ребята они молодые конечно это немножко и секс-туризм европейки девчоночки они безума от них для них это экзотика и вот такого парня вы можете себе как бы снять и он вас и серфинга учит и на скутере катает ну и вообще вы окутаны экзотическим вниманием конечно множественные оргазмы чушь скрывать целом друзья я здесь ну прям доволен для меня здесь все классно мне подходит шри-ланка я ее рассматриваю как альтернативу для гоа живешь сезон гоа потом приезжают живешь здесь от шести ну можно даже и девять месяцев говорят тут жить потому что люди прекрасны чем заниматься есть у нас был настрой прям тренировочный камп тренировочный лагерь у нас по серфингу улучшились необыкновенно поэтому ставьте цели челлендж участвуйте в челленджи с ноября с 1 ноября он начнется будет круто интересно развивающий друзья помните его дал пустую тарелку конечно это был мой косяк все мы едем с тарелкой соседям потому что они дали нам какую-то хорошую лапшу вчера и вот она едет поэтому все исправляется учитывая ошибки и да прибудет с вами сила